Сегодня 28 июля 2023 года, 520-й день полномасштабной войны России против Украины. Как видите, мой собеседник сегодня, популярный и известный журналист Евгений Киселёв. Евгений Алексеевич, рад вас приветствовать. Взаимно рад приветствовать вас на вашем канале. И я вас предупреждаю, дорогие зрители, которые нас смотрят, если вы ещё на этот канал не подписаны, вы у меня дождётесь. Немедленно подпишитесь. Ну и лайками, вопросами, комментариями поддержите. Правильно, Василий? Спасибо большое, Евгений Алексеевич. И, конечно же, в описании под этим видео ссылка на YouTube-канал Евгения Киселёва. Пожалуйста, подпишитесь сейчас или по окончании интервью, как вам будет удобно. Традиционно, на початку я хочу подяковать и Ссылам обороны Украины, за то, что мы не можем записывать эти интервью. И в комментариях, пожалуйста, пишите, где вы нас смотрите. И, конечно, кнопка лайк нравится, чтобы YouTube рекомендовал просмотры и другим пользователям тоже. Вступление окончено, Евгений Алексеевич. Вот эти 520 дней большой, полномасштабной, кровавой, страшной войны. Как думаете в Кремле? Как поменялись настроения? Как поменялись задачи? Что сейчас задача в максимум, что задача в минимум? Понятное дело, что заглянуть в голову Путина невозможно, но, тем не менее, попробовать проанализировать, что они сейчас думают и чего хотят. Вот с этим вопросом я к вам. Ну, вы знаете, появился новый термин, который появился, разумеется, не случайно. Термин «новые территории», иногда говорят «новые земли». И теперь российские солдаты и офицеры, которые воюют в Украине, они, оказывается, защищают новые земли, защищают новые территории. То есть, если раньше мы говорили про демилитаризацию, про денофицификацию, про то, что нужно освободить украинский народ от гнета бандеровской хунты, то сейчас вот появился новый термин. То есть, по-моему, это свидетельствует о том, что... Я подчеркну только, да, вот что... Это термин, который мы встречаем нигде-нибудь в разговоре или там не в безответственных записах в телеграм-каналах или каких-то других блогах, я не знаю, там, людей, которые поддерживают Путина и агрессии против Украины. Нет. Этот термин регулярно употребляется ведущими прокремлевских официальных пропагандистских каналов в материалах репортеров, которые эти каналы обслуживают. Я абсолютно точно понимаю, что это термин, который, что называется, сформулирован, согласован, искущен из администрации президента руководителем информационных служб на Первом канале, на канале России и так далее. Это все абсолютно не случайно. Это, как в свое время другие терминологии, которые использовались, они точно так же спускались, согласовывались, придумывались, оттачивались. Значит, мы можем сделать предположение, что они хотят удержать те территории, которые им удалось оккупировать, стабилизировать фронт и перевести опять войну в такую вот позиционную затяжную фазу. А там, глядишь, то ли Ишак сдохнет, то ли падишах, как в известной восточной поговорке. Смотрите, я давеча разговаривал, наверное, неделю назад. Было очень любопытное у меня интервью. Оно выложено у меня на канале с бывшим заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, времен раннего Ельцина, когда внешняя политика России была совершенно другой, когда Россия действительно недолгое время пыталась выстроить нормальные отношения с Западом, с цивилизованным миром. Вот Георгий Кунадзе был тогда заместителем министра иностранных дел. Он глубоко демократически настроенный человек, осуждающий войну против Украины. И он интересную вещь сказал, он вообще специалист по Японии, что, посмотрите, мирного договора у России с Японией до сих пор нет. Переговоры по поводу маленьких четырех островов Южной Курильской гряды, которые являются спорной территорией в отношениях раньше между СССР и Японией, сейчас между Российской Федерацией и Японией, ведутся с 1956 года. Вот посчитайте сами. Почти 70 лет. И договориться пока что не могут. Вот это просто дает нам представление о том, что нас может ждать впереди. Как долго могут вестись переговоры, о которых периодически начинают говорить сторонники мира и немедленного прекращения огня. Вы знаете, таких людей, их полно. И на Западе, и в России. И, увы, они есть среди российских оппозиционеров. Впрочем, эту часть оппозиционеров я за оппозиционеров не держу, потому что они просто не понимают, что они говорят и к чему они призывают, когда начинают рассуждать о том, что необходимо немедленно любой ценой прекратить кровопролитие, остановить огонь, бла-бла-бла. Они не понимают о том, что в результате десятки, сотни тысяч украинских граждан могут остаться под оккупацией Российской Федерации, в том числе в подвалах ФСБ. Но, тем не менее, такие настроения существуют, на Западе в том числе. Давайте начнем какие-то переговоры. Может быть, с позиции силы. Украина добьется каких-то результатов в результате наступления, извините, за невольную тавтологию. Вот добьется ситуации, в которой она сможет вести переговоры с позицией силы. Это такой очень скользкий путь. Но на него, безусловно, рассчитывают в Кремле, как мне кажется. Удержать завоеванные, оккупированные территории и дальше попытаться торговаться, затягивать переговоры, навязывать какие-то новые идеи, новые требования. Посмотрите, как Путин замечательно рассуждает про будущее так называемой зерновой сделки. Я вот зерновую сделку могу в любой момент возобновить, но для этого нужно, чтобы выполнили первое, второе, десятое, двадцатое мое требование. Тогда, мол, посмотрим. Но при этом, вы знаете, мне кажется, что четкого понимания того, что они хотят, у российского правящего класса нет. У российских военных, у руководителей спецслужб тоже нет. Потому что решение принимает один человек, может быть, с участием очень узкого круга доверенных лиц, и мы даже с трудом себе представляем, а кто входит в этот круг доверенных лиц. И кто из этих доверенных лиц, что называется, сидит и только присутствует, и рот не может открыть, потому что, может быть, в настоящий момент он в опале. должен только говорить спасибо, что меня допустили в очередной раз поговорить с Путиным. А кто, может быть, ему что-то громко советует в присутствии собравшихся. Но, повторяю, это Путин, это может быть Патрушев, это может быть Бортников. Я даже вот не могу сейчас после всех событий, связанных с Пригожинским, недомятежом точно сказать о фаворе у нас по-прежнему Шойгу или не фаворе. Понятно, что там есть люди из так называемого Кооператива Озера, давние путинские друзья по Петербургу, с которыми он начинал свою политическую и деловую карьеру. Ковальчуки, братья Юрия и Михаил, Геннадий Тимченко, кто-то из Ротенбергов, скорее Аркадий, чем Борис. Говорят, что из братьев Ротенбергов более влиятельен и вхож к Путину именно вот Аркадий. Может быть, какие-то люди, которых мы вообще не знаем. Вот есть такой Литовченко, например, возглавляющий один из ленинградских вузов. Вот считается, что он просто близкий друг, товарищ, соратник и человек, который Путин слушает. Типа, самый умный из друзей. Может быть, он что-то там ему советует, но при этом, поймите, премьер-министр Мишустин, министры Мишутинского кабинета. Я уверен, многие генералы армии и спецслужб и разные другие люди, принимающие решения, может быть, даже там министр иностранного отдела Лавров только вот понимает, что нужно сделать сегодня, завтра, может быть, послезавтра. А что будет дальше, чего захочет старик, лысовик, они не знают. Евгений Алексеевич, вы сказали про оппозиционеров, которых вы оппозиционерами не считаете, которые говорят о том, что нужно садиться за стол переговоров. Вы о ком говорили? Кто это? Ну, я, в частности, говорил о некоторых представителях партии Яблоко, которые занимают вот такую абстрактно-пацифистскую позицию, которые неоднократно уже заявляли о том, что самое главное это прекратить боевые действия, остановить кровопролитие, прекратить огонь. При этом надо понимать, что партия Яблоко это такое особое политическое образование, которое практически каким-то удивительным образом особым репрессиям не подвергается. Я что-то не припомню, чтобы кто-нибудь из видных деятелей партии Яблоко объявлялся врагом народа, изменником родины, садился на скамью подсудимых, вынужден был бежать из страны, будучи объявленным, я не знаю, экстремистом, иностранным агентом. Во всяком случае, нежелательная организация, в отличие от многих других организаций, она не объявлена, она допускается до выборов, и вообще, по мнению очень многих наблюдателей, является такой ручной карманной оппозиционной партией, которая в случае чего Путин может выставить и сказать, вот, пожалуйста, у нас есть партия Яблоко, кто сказал, что у нас душат оппозицию, вот у нас есть партия Яблоко, правда, за нее никто не голосует, ее лидер Явлинский набрал на последних президентских выборах, по-моему, один процент, если не меньше, голосов, и в Государственную Думу она никак не может пройти аж с 2003 года, но есть же там, офис у нее имеется в центре Москвы, даже она, по-моему, получает какое-то государственное финансирование в соответствии с российским законодательством, партии, которые добиваются определенного уровня поддержки, даже если они не проходят в парламент, они могут претендовать на определенный объем финансовой поддержки со стороны государства, даже если 5% они не набирают положенных для того, чтобы как фракция, как партия быть представлены в парламенте, но, тем не менее, на финансовую помощь государству они могут рассчитывать, а это немалые деньги, между прочим. вот позиция господина Явлинского, кстати, мне совершенно непонятно, она меня поражает, потому что Григорий Алексеевич Явлинский человек родом из-за Львова, который там прожил свое детство, свою молодость, у которого там до сих пор, как мне рассказывали, есть друзья, раньше он даже многократно рассказывал историю про то, как вот они со школьными друзьями непременно раз в год собираются типа на годовщину выпуска, дружат, обмениваются впечатлениями от того, что происходит в стране и мире, и наверняка эти связи у него сохранились, он не может не знать того, что в действительности происходит в Украине. Как так можно, я не знаю. Грядущие выборы, ну или то, что в России называют выборами в 2024 году президентские, как думаете, каким-то образом они повлияют на ход боевых действий со стороны России? Нужна ли будет Путину какая-то там условная маленькая победа для того, чтобы прийти на президентскую гонку, похвастаться чем-то? Сейчас пока можно продать, Соловьев продаст любой проигрыш как победу, но тем не менее нужна ли будет какая-то маленькая победа, если да, что это может быть для Путина накануне выборов? Василий, я думаю, что ничего ему особенного не нужно. Политика в России давно умерла. Политической борьбы там нет. Конкурентов у Путина в настоящий момент нет. Был бы на свободе Навальный, был бы на свободе Яшин, вернулись бы из эмиграции некоторые другие политические лидеры, которые вынуждены были уехать и недавно, и давно, глядишь, хотя бы какое-то подобие конкуренции возникло. Я отнюдь не пытаюсь утверждать, что, предположим, условный Гарри Кимович Каспаров или Михаил Борисович Кодарковский могли бы претендовать на победу на таких выборов. Безусловно, конечно, после того, как они долгое время не имели доступа к государственным каналам телевидения, пока они долгое время не имели возможности не только выступать на публику, но и заниматься нормальной политической деятельностью, агитацией, пропагандой, политической рекламой. Конечно, конечно же, поддержка у них очень невелика, но, тем не менее, была бы нормальная политическая жизнь, была бы конкуренция. Во многих странах, в Украине, в том числе, мы знаем, были периоды, когда только один политик, максимум два, пользовались поддержкой, которая исчислялась, скажем так, в больших двузначных цифрах. Но все равно мы же с вами прекрасно понимаем, помним, что на протяжении всей постсоветской истории независимой Украине в стране была политическая жизнь, была конкуренция, была дискуссия, и были выборы настоящие, настоящие выборы, да, в которых порой применялись какие-то хитроумные политические технологии, которые при этом не запрещены законом. ну вроде там истории про Каневскую четверку. Я не буду сейчас расшифровывать, что это такое, это скорее история для знатоков украинской политики, ну просто когда применяются технологии кандидатов спойлеров, которые сначала оттягивают на себя часть голосов главного конкурента, скажем, действующего президента или главного претендента на президентское кресло, а потом сходят с дистанции или вдруг переходят на его сторону и объявляют о том, что они его готовы поддержать. Но повторяю, вот ничего этого, это я говорю для людей, которые смотрят нас в Украине, которые, может быть, не очень хорошо понимают, знают политическую действительность в России, и то, что предшествовало последние годы, десятилетия, ничего подобного нет. Поэтому я не представляю, зачем, собственно, Путину какие-то хитромудрые ходы, в том числе и попытки добиться каких-то больших успехов. Он прекрасно будет переизбран. Это будет просто. Очередное референдум на пеньках, помните, как был референдум на пеньках за два года до войны, когда перекраивали Конституцию. Сейчас будет еще один референдум за то, чтобы Владимир Путин остался еще на шесть лет у руля российского государства. Вот и все. На ваш взгляд, будет ли результат этих выборов признан на Западе? Ну, слушайте, а Путин это что до этого? Не, ну, тогда он становится полностью нерукопожатным, не, уже Макрон не звонит ему как президенту России, поскольку не признает его президентом России. Ну, послушайте, Макрон, по-моему, от этой дурной из привычки по ночам звонить Путину избавился в последнее время. Ну, знаете. Или, может быть, как в том анекдоте про его жену строгою, она постучала палец там, если ты еще раз ему ночью позвонишь, я за себя не отвечаю, сказала первая леди Франции, и Макрон признался, что все, он бросает эту дурную привычку, эту страстишку. Я не помню, когда он последний раз с Путином разговаривал. Он уже нерукопожатный. Он уже нерукопожатный, он уже, смотрите, он уже никуда не ездит скоро год, если не больше. Последний раз полноценный зарубежный визит у Путина был в Иран. Ну, мы выводим за сходки его поездки в пределах стран-участниц СНГ или стран-участниц ОДКБ, вот там он в Самарканд ездил, в Казахстан, кажется, еще раз что-то такое было. Ну, это не в счет. В Южную Африку он не едет, характерный момент, да, долго-долго торговались, и в конце концов не удалось получить гарантии, что Путина там не арестуют по ордеру Международного уголовного суда. Я совершенно не уверен, поедет ли он к Эрдогану, визит объявлен, но посмотрим. Не удивлюсь, если он по какой-нибудь причине и от поездки в Турцию откажется. Обещают, что в октябре будет визит в Пекин, опять-таки посмотрим. Далековато вообще, рискованно в Пекин ехать Владимир Владимирович. Не удивлюсь, если и туда по какой-то причине визит сорвется. Ну, а так он в изоляции, даже смотрите вот история с этими самыми африканцами, которые к нему в гости приехали. Я могу ошибиться, но когда предыдущий такой саммит в 2019 году Россия и Африка проходил в Сочи, туда приехало, по-моему, сорок девять президентов и глав государства и правительств. Сегодня там собралось двадцать семь, почти вдвое меньше. И при этом эти двадцать семь там они наскребаются, там есть сколько-то пятнадцать президентов, по-моему, четыре вице-президента, сколько-то премьер-министров и даже один спикер парламента. Никого более серьезного, нежели спикера парламента, там в той конкретной африканской стране, сейчас не помню, о какой именно идет речь, но не нашлось, чтобы его послали в Питер. То есть налицо дипломатическая изоляция даже в Африке. Не рукопожат, но он уже давным-давно, и в общем все понимают, что легитимность его тоже под большим вопросом, потому что легитимность это не просто там соответствие избрания президента законом данной страны. Легитимность это значительно большее. Легитимность это когда ни у кого во внешнем мире, да и внутри страны не возникает сомнений в том, что лидер государства действительно пользуется всенародной поддержкой или во всяком случае поддержкой достаточного большинства или скажем достаточной части населения, чтобы претендовать на власть в этой стране. Понятно, что очень часто бывает, когда какой-то политик идет на выборы, головокружительный результат получает по итогам голосования, потом часть его сторонников, проголосовавших на выборы, от него отворачивается. Такое бывает. Но по крайней мере понятно, что результаты выборов были абсолютно точные, честные, прозрачные, что выборы прошли в конкурентной ситуации не просто по законам, а, что называется, и по понятиям, и по совести. И что спустя даже несколько лет после победы на выборы все-таки президент, премьер-министр пользуется поддержкой значительной части населения. Может быть, даже не большинства, половины населения, но тем не менее, он не является изгоем внутри своей собственной страны. Он пользуется авторитетом и доверием. Даже если натыкается на возражения со стороны политических оппонентов, на критику избирателей, но тем не менее. С этой позицией, с этих точек зрения, Путин кругом нелегитим. Возвращаясь к вот этой встрече африканских друзей в России, в Питере, появилась фотография Евгения Пригожина, который как бы в Беларуси, а на самом деле на фотографии он в Питере, в питерском отеле, который, говорят, принадлежит ему же, с представителем службы протокола Центральной Африканской Республики, фотографируется возле лифта. Евгений Алексеевич, а как это читать? Получается, он пошел на царя, он, значит, слова бранные про него говорил, говорил, что царь ненастоящий, его даже не наказывают, с ним, как говорит Песков, встречаются потом через пять дней после мятежа неудавшегося, потом его ссылают в Беларусь, не наказывая, ссылают в Беларусь, где он на камеру говорит, что это позор, то, что происходит на войне, ну, в общем, продолжает свою линию, безнаказанно, опять же, по отношению к царю, говорил, что хотел и уехал себе в Беларусь. Оказывается, даже не в Беларусь, оказывается, вот он у Путина под носом в Питере сидит, прекрасно себя чувствует, с африканцами фотографируется. Ну, вот это, к сожалению, один из тех примеров, которые свидетельствуют, как запутанно, темна и никому до конца непонятна политическая действительность сегодняшней России. Действительно, с позиции рациональной, с позиции логики это все объяснить чрезвычайно сложно. Но вот все, что вы перечислили, да, вот так оно и соответствует действительности. Какая-то сила делает Пригожина неуязвимым, защищенным от царского гнева. Мы можем просто гадать, только гадать, почему так происходит. Может быть, это сумма причин, может быть, слишком большие деньги, слишком большие интересы во все это завязаны, запутаны. может быть, Пригожин является держателем каких-то средств, каких-то счетов, каких-то сокровищ путинских и таким образом имеет на него серьезные рычаги влияния. Утверждают, что он находится в партнерских отношениях с вот этими самыми братьями Ковальчуками, которые сами по себе имеют вес и влияние в окружении Путина. Может быть, и этим это тоже объясняется. В конце концов, у него немалая военная сила. Тут надо быть экспертом для того, чтобы ответственно утверждать пять тысяч хорошо вооруженных бойцов, бывших спецназовцев. Я не говорю там о тех, кого призвали мобилизовали из числа заключенных, кто добровольно согласился из колонии пойти на фронт. Я об этих не говорю, я говорю о том, что там есть костяк. Там есть те головорезы, которые составили костяк вот этого самого ЧВК Вагнер, существующего уже 10 лет, наверное, с середины прошлого десятилетия. Мы о вагнеровцах узнали когда началась гибридная война на востоке Украины. Они там сначала орудовали, потом переместились в Сирию, параллельно выяснили, что ЧВК Вагнер действует и в Африке. И мы знаем, что там у руля, у истоков этой негосударственной военной организации стоят ветераны ГРУ, ветераны спецподразделений, может быть, не только ГРУ, в России есть и другие спецподразделения, в клубе внешней разведки, в некоторых даже вполне гражданских организациях. У Минюста есть свой спецназ. Но факт тот, что везде крепкие ребята могут найтись, умеющие обращаться с оружием. И непонятно, вот пять тысяч таких крепких мужиков, они являются собой серьезную военную силу, которая может угрожать диктаторской власти в столице или нет. Знаете, вот есть такой знаменитый английский писатель Фредерик Форсайт, который уже 50 лет с лишним пишет увлекательные приключенческие романы на политические и шпионские темы, прославился в свое время романом День Шакала про несостоявшееся покушение на президента Франции Деголе. Я считаю, что если кто не читал, обязательно прочтите, я считаю, что это, может быть, самый выдающийся приключенческий такой вот политико-детективный роман всех времен народов. И у него был такой еще один роман «Псы войны», где рассказывается про то, как совершается, как планируется переворот в небольшой африканской стране в интересах какой-то международной зловредной корпорации, горнодобывающей корпорации. И вот знаете, сколько понадобилось людей для того, чтобы совершить этот переворот? сколько? Пять человек. Это абсолютно документальная история, как я понимаю. Страна, конечно, маленькая, речь идет о том, что стояла задача захватить президентский дворец в маленькой столице маленького африканского государства. Ну и вот действующие лица этого романа, ветераны тоже вот таких вот наемнических военных подразделений и бывших колониальных, прошлых колониальных войск в Африке собираются, получив деньги вот от этого международного горнодобывающего магната и начинают планировать. И в итоге планирование приходит к выводу, что пяти человек и хорошей боевой техники и вооружения нам вполне достаточно, чтобы решить эту задачу. Вполне вероятно, что по множеству пять на тысячу выясняется, что пять тысяч человек это сила. Послушайте, там могут быть еще какие-то другие вещи. Личные договоренности, личные отношения, личные обязательства. Вот судить мы можем только о том, что на выходе мы имеем вагнеровцев, которые сейчас расквартированы в Белоруссии и, судя по всему, готовятся к какой-то новой вылазке и наблюдатели не исключают того, что это может быть провокация против соседней Польши. Отдельная тема. Деньги ему конфискованные во время обысков все вернули, все обвинения выдвинутые против него сняты, уголовное дело закрыто, в Кремле его Путин встречает, Песков об этой встрече рассказывает со всей вежливостью, и вот мы видим его сейчас на этом самом форуме, причем вы обратили внимание, стилистика этой фотографии в джинсиках, в какой-то немыслимой белой кофточке, с видом, знаете, такого хозяина, который забежал посмотреть на компанию друзей сына. Они здесь тут ничего не подожгли, там, все в порядке, ребят, вы здесь не шалите, не озаруете, ну, я дальше побежал. У меня важные дела там, в гараже, именно с видом такого демократичного папаши, который к своим деткам заглянул, проверить, не балуется ничем. Уважаемые зрители, я хочу вас попросить еще раз нажать кнопку лайк, нравится под этим видео, в комментариях писать, где вы нас смотрите, и в обязательном порядке подписаться на YouTube-канал Евгения Киселева, ссылку на который вы найдете в описании под этим видео. Евгений Алексеевич, я вас благодарю, спасибо большое, как всегда, интересно. Спасибо вам большое, и я желаю всем, кто нас смотрел, всего самого хорошего. Спасибо большое, и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok